День Победы – наш общий праздник, ведь Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты, воевали, не щадя своей жизни. Примером являетесь вы, Мария Трофимовна. Мы вам желаем долгих лет жизни, поздравляем вас с наступающим праздником День Победы. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей акции. Великая Победа наша благодаря вам совершилась. Спасибо вам большое. Я скажу так. Я, Мария Трофимовна, 1929 года рождения. Отец на войне. Мать умерла у меня через год от рождения. Вырастили дедушка и бабушка, родители отца. Потом началась война. И я стала, значит, даже в 41-м году, я уже с бабушкой пошла в колхоз на работу. Бабушка вязала снопы, а я эти снопы, значит, носила, по одному, по два снопа. Они тяжелые, рожь, два метра, рожь, да еще зерно там. И вот я носила, значит, эти снопы в одно место. А потом она меня научила, как их положить, эти снопы, чтобы зерно хорошо осталось, не замокло от дождя. И я, значит, ложила эти еще снопы в копны. И вот нас научили косить косами. Мы вместе сначала только, вот, нашу, ну, как звено наше, молодежное, одни девочки. Дети практически. Да. И так всю войну. А, потом, значит, вот, укосили. Потом вязать снопы. Снопы сразу же каждый сам ложит в копну. Вот так вот. Так. Это два, значит, снопа. И вот так два снопа. И так 13 снопов. Последний сноп наверху его берешь, вот эту соломку-то, и привязываешь, чтобы его ветер не сдол. Вот. А потом, после этого, значит, нужно эти все копны, они в копнах сложены, сложить в большущие скирды. Учебный год я училась. Дедушка меня учила. А все свободное время, вот, летом каникулы же большие, почти три месяца. И сентябрь мы не учились, а начинали с первого октября, чтобы сентябрь тоже работать в колхозе. Вот так вот было. Ну, и вот я так, значит, и училась, и работала в колхозе. У меня стаж даже есть. Я закончила, значит, четыре класса в своей деревне. Потом пятый, шестой, седьмой, это пять километров от нас была семилетняя школа. После семи классов у нас никто не учился. А средняя школа у нас в районном центре села Шилово. Там одна единственная школа была, десятилетка, на весь район. Я говорю, я буду учиться в восьмом классе. Двадцать километров. Закончила десять классов. Поехала вот в Тулу, я же тульская, в пединститут. Вот математику я так и любила математику. При зачислении нам сказали, у кого отец пришел, хоть без рук, без дух, но пришел, общежития не будет. Значит, квартира будет частная, вот если, то двести рублей в месяц. А где же деревни, деньги, откуда же эти деньги? Мешок картошки стоил двадцать, двадцать пять рублей. Я десять классов закончила в 1948 году. А я работать начала вообще-то в школе с пятидесятого. В Ефремове открыли учительский институт, трехгодичный. И вы в пятьдесят первом уже закончили? Да. Открывается пятый класс, семилетняя школа. В этом году пятый класс. И, значит, я буду в этом пятом классе... Работать? Работать. Ну, первый год. Не пришлют же на два урока историка и математика. Да. Вот же. Я почти все вела, кроме русского языка, литературы и пения. Пения я не могу. И рисование даже. Говорю, я не умею рисовать. Ну, тогда нехватка кадров. И в району я говорю, я курицу не могу нарисовать. Ну, вы там с директором все. Разберетесь, да? Да, разберетесь. И вот я, значит, и в итоге проработали сколько лет в школе? Я в своей школе проработала, в своей деревне проработала шесть лет. А потом переехали в город, да? А потом я вышла замуж на Кавказ. А вот поэтому сюда попали? Да. А на Кавказ куда? Степновский район за Зеленокумском. Деревня Соломинская. Большое очень село, колхоз был богатый. И люди хорошо жили. И там уже вы много лет проработали в школе. А там я 37 лет проработала. Учителем математикой. Математикой.